Машина, она нас удовлетворяет, хотя она не скоростная, но 90 она ровно держит, 95, нам больше не надо. Почти тонна груза, прошли мы Украину и Белоруссию благополучно и пересекли на 10-е. У меня как раз 10-го день рождения День Ангела был вчера, и в этот день мы пересекли границу. Вчера побыли в Варшаве, сегодня сюда съездили в Нюрнберг, как Господь позволит. Вот, кого тут встретим, увидим, расскажем. Сейчас вот наши вышли уже в интернете, спрашивают, нужно это или не нужно. Ну не нужно, значит ничего не нужно. Сиди, ешь, пей, по треугольнику, телевизор, кухня, туалет, больше ничего не надо. Крутись на этом треугольнике, пока крышка тебе, говорит, по голове не хлопнет, делеганная. А можно начинать даже в этой невыносимой обстановке что-то делать. Вот у нас в стране, если у вас связь хорошая есть, вы знаете, отношение правительства ко всему такое, как будто его и нет правительства. Студенты как ведут себя, столько преступности, детской беспризорности, речь на миллионы измеряется. Ну, я понимаю, ты понимаешь, а дальше что из нашего понимания-то? Ребенка-то того здесь нет. Я отначально детского лагеря, 41-й год. Сам образовал с помощью Божьей. Без помощи государства это тысячи детей отдастся. Без помощи государства. Вот конкретно решается вопрос. Вот. Но в России погибло 17 тысяч сел, полностью исчезли. Бурьяном заросло, могилы сожгли. С тысяч, с 17. А это было государство, образующее население. Там все умело делать. И вот мы получили участок земли, добились с большим трудом. Первым делом храм построили, школа. Там совсем мало людей были, кто-то выезжает, приезжает. У Бога все возможно. Мы показываем пример, что можно вот в этом раздрае, в невыносимых условиях начинать работать. Когда? Когда с вами Бог. Вот я перед тем, как поехать, я много в интернете. Ну, знаете, что такое интернет? Это всемирная свалка. Там все можно узнать, а можно всего развратиться, научиться. И вот все спрашивали, видели, ну как? Что-то ответят, а что-то не знают. Но когда мы поехали, мы готовились ко самому плохому. Но получилось совсем не так. И поэтому, если мы вернемся, Господь благословит, то мы в интернет выставим это все, как с нами было. Но никому нельзя нам подражать. Это неподражаемо. Во-первых, 38 книг, кто их написал? Чтобы тебе поехать это дело, тебе они должны быть. Притом, одно дело, когда говорим 38 книг, другое дело, когда говорят автор здесь. Отношения меняются. Они сразу, а можно ли встретиться там какое время, мы соберем людей там с той местности. Ну, это просто ощутить надо. Жажда в народе есть. Оставляем много пригласительных. Но это как Богу, опять же, угодно. И вот нам было трудно, что тип машины, такой груз необычный, и с нами собака. Вот три пункта, которые давили буквально на нас. Но когда мы поехали, оказалось, все не так. Нас как будто бы ждали. Нас на руках проносят. Охранники к нам с любовью. И где мы не пойдем, даже сейчас в польскую границу, это главная граница была, в Шенгенскую зону зайти. Даже в наше купе, где я сижу сзади, с собакой даже не заглянули. Он просто посмотрел, сверил и все. Мы у чего, этого никак не ожидали. Тут, говорит, сейчас до нитки нас растили. Это у нас до нитки, представьте себе, 38 книг, это один экземпляр, это две коробки. И таких у нас 18 комплектов. Там 600 с лишним килограмм такой литературы. А в каждую книгу можно оттолкать и наркотики, и что угодно. Но они нам верят. Верят, включают, и мы двигаемся вперед. Пока мы не проехали границу, не умщались там километров на вес, я все не мог успокоиться. Поэтому наш опыт, он не такой. Как у людей. Все основано на молитве. Мы верим во Христа, мы надеемся, и ради Бога это все делаем. Вызови ее, может быть она подойдет. Сейчас, сейчас я ее вызову. Она хотела, чтобы увидеть, никакая у нас ревностная сестра. Это из Барнаула. Так, я плохо слышу. Да еще язык этот не знаю-то. Вообще это удивительно. Сегодня разговаривает, перевозчи с вами. Кто-то на эфир выходит. Вот это. Пошла. Варя, вижу. Ну все, я не буду больше мешать. Тебя притащили сюда, Нина. Да-да. Повыше, может быть, сяду. Слава. Я вас вижу и слышу. Ты видишь, нет? Да, вижу, отлично. Ну все. Ладно там, потом расскажешь. И вижу, слушаю, иду запись. Так, все, тогда слушай и не мешайся. Тихо слушай, сиди и молись. Угу. 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 Ну, видишь, как. Вас слушаются. Толебностная наша сестра. Вас слушаются, да? А? Вас слушаются. А все на кромку, сейчас я заслушаю. Все на кромку надо разговаривать. А нас не слушают. Ну, по повернуться. Я имею в виду, женщины вас слушают, а нас женщины не слушают. Ой, Игнат Тихонович, слышите вопрос, говорит. Он говорит, вот видите, вас женщины слушают, а нас, говорит, не слушают. А, не слушают. Вон, как он будет. Поэтому мне еще и с перевозчика будет. Ага. Это плохо. Плохо. А сейчас мама рассказывала, как она мужа не слушалась, своего мужа. Владимира. И она все записали. Это мой мужик будет. Я на своем хотел, да я не хотел, чтобы на равных было, чтобы в подчинении он был. А я эту историю проходил и знаю, как это делать. Вот я сажусь за стол. А за стол, когда я ем, то глухо не ем. А в это время хозяйка, что она вчера была недовольна, она умная. Она в это время приберегла. Когда я сажусь, я молчу, на работу тороплюсь. Она начинает говорить. Я говорю, мне это мешает пищеварение. Ну, она никаких. Я тогда встал и на молитву. А на молитву, это что у меня лесовка, 100 поклонов, Богородя, Садева, Радуйся. Ну, обернусь, она стоит рядом, молится. Я за стол, она опять начинает. У нас, когда сильно так приступаем, бухтеть. Бухтеть опять. Я снова опять на молитву. Мог бы, конечно, толкушку дать ей, отойди, да никаких. Я на молитву. Обернусь, она опять рядом стоит, молится. Третий раз я сажусь, она так, я не успел поесть, я не евшу ушел. Для нее это... Она так старалась, она готовила, а я не стал. Я говорю, когда ты говоришь недобрые слова, у меня пищеварение не работает. Все, на завтра, все как положено. Господь это все делает. Лаской, любовью. А не так, что ты жена плохая, я прогоню, возьму другую. Квартиру Родины сменяю. Нет. Менять все надо самому. Потому в Евангелии Христос говорит, если есть мир, приобретешь, а душе повредишь, какой выкуп дашь за душу свою? Главное, душу свою приобрести. А приобрести ее, значит, в доверие со Слову Божию. Вот мы трогаемся, когда... Ну, машины туда и сюда идут, тут особенно в Германии, они на такой скорости, на рабочие 120 идут. Прям только мелькнет, а мы почти 100 километров идем. Ну, я вижу, что по 150 отдадут. 120, это мало. 120 едет, да? Быстрее, быстрее. Не, быстрее едет. Ну вот. Могут и 200. Теперь смотрите, вот мы выезжаем. Вот нас приняли в Варшаве, в Нюрнберге не приняли. Для нас разницы никакой, потому что я волю Божию исполняю, а ее я не знаю. И поэтому я доверяюсь, что со мной есть, это от Бога. За нас тысячи людей по всему миру молятся. Прошлогоднее наше путешествие, о заглавии Львика путешествий Игнатия Лапкина, и в интернете оно там наполнено все. Это вопросы, ответы. Но нынче оно совершенно другое. Ведь у нас замысел какой? Пройти сейчас всю Шенгенскую зону до Португалии, к Через Данию поднять, если сумеем еще в Англию, хотя не сами, пройти Скандинавию, и через Финляндию опуститься в Эстонию, при Балтику пройти, мы опускаемся к низу. Пройти Южной Республике, Армения, Азербайджан, Грузия, через Чечью выйти снова на Россию, Ставрополь. И там главный труд у нас будет. Ну, начало уже положено. А когда вы домой вернетесь? Новый год? Когда домой вернетесь? Домой мы даже к сентябрю. Он учитель. Сначала, сентябрь. А из зоны даже 9 июля мы выйти. Иначе нам... А, ну здесь еще. Это месячная. Но я думаю, нам хватит. У нас график плотный, по графику мы идем абсолютно точно. Но все целый месяц, да. Все хватит. Вы заговорили сейчас сначала о непослушании жен. Это беда, которая разрушила государство. Почему? Слово Божие не знает. Жена не знает своего места, и муж не знает своей власти. Он просто превышает свои полномочия в отношении жены. Он доказать не может по глупости своей, по пьянству, по то, что курил. Тогда кулаком действует. А она, а я еще буду подчиняться. Посмотри, как у мусульман. Сколько у них разводов? Посчитайте. Я уж не говорю. Перед тем, как она пошла, она не может слушаться, она уже была чья-то. А это последнее дело. По закону ветхом она должна умереть. После первой брачной ночи дома отца привезти, убить ее. Этого христиан нет. Это я говорю про них. У мусульман так. Мы говорим, восьмой, десятый класс. У мусульман есть ли такие, которые, ну она не девушка, а они отвечают, не одной. На два миллиарда, не одной. А у нас как? У нас в восьмом классе найти девушку уже затрудительно. Вот и все. А отсюда, раз она уже к этому привыкла, у нее в мозгах уже другая заноза, черная сидит. Она гниет и гниет. И слушаться мужа, как дар божий, не может. И он все время будет думать, ты уже была чья-то. Поэтому даже ты хорошо делаешь и приласкает. А в нужный момент он ложкой тебе по лбу заедет. Вот. И это надо все помнить, воспитывать детей в целомудрие. О чем мы говорим? В целомудрие, как у меня в детском лагере. Ни в игре, нигде. Мальчик не имеет права девочке даже пальцем прикоснуться. Такое сокровище. Оценить это надо. Я сам сидел в пяти тюрьмах, отбывал, за слово Божие. Как были запрещены. Ну и поэтому я знаю этот контингент. И много, 17 лет работал в тюрьме. Ну, помогал. И там малолетки называется, которым нет совершеннолетия еще. И вот она, капитан милиции, говорит. Ну, она задает вопросы, которые... Малолетки, девчонки. Какой самый печальный день в вашей жизни был? Ну, говорит, я знал ответ. Это когда подруга предала ее и накрепала, ее арестовали. Ну, что-то в этом роде где-то. И, говорит, поголовно все ответили одинаково. Самое печальное в моей жизни было, когда я потеряла девственность. Я, говорит, никогда не ожидала этого. Это ответ. Это заложено в ее природе. И мы на это бросаем все силы, чтобы этого не было. И поэтому она не такая, какая должна быть. Ну, здесь. Бумага, если размощенная, бумага загрязненная, на ней с чистого письма не сотворишь. Там уже другие мысли. И христиане на это не смотрят. Христианин у него по-другому. Я говорю вообще о всей территории страны и в мире. Вот я спрашиваю, много ли Германии разводятся? Она еще ответила? Много. Да, много. Очень много. Все? Больше, чем в России. Можно даже сказать, что не все. Вот, Игнатий Тихович, все, кто приехал с России в Германию, супружеские пары, русские и немцы, 90% развелись. Что, нормально развелись? А что, от хорошей жизни? Потому что женщины хочут хорошую кухню, хочут очень много всего. А мужик говорит, нет, надо в первую очередь. На отношении женщины какое? Начинается война. Дети встают на сторону женщины. Все. Мужик, до свидания. Говорят, уходят, снимают квартиру и до свидания. Мужик остается один. Вот такая система. Знаете, причина разная бывает. Но результат перед тем, чтобы причину эту устранить, один только. Апостол Павел говорит, не будьте суровы с женами. Причина какая? Чтобы не было препятствия в молитвах. А у него молитв вообще нету. Как патриарх Алексей Второй говорил, отучили молиться и отучили трудиться. Поэтому мы такие вот и есть. Главное, это молитва. А она недовольна. А написано, прежде чем молиться, пойди, прежде примирись с ней. Я должен теперь подойти к ней и сказать. Она говорит, прости меня, я не прав был. Я молиться не могу. Бог не принимает от меня молитвы, если на меня кто-то что-то имеет. Люди от этого не знают. И поэтому разошлись, в порядке вещей ложиться, спать. Да не один еще, чужой. А она пошла, тоже не знает, от какой зебры родит. Вот и женят носорога на бегемоте. И что из этого получают? Такие они и дети. Мы едем, мы все это стараемся в малых даже беседах рассказать. Больше надо. Это вон стоит в моей книге. Там я отвечаю на 4 тысячи. 124 вопроса. Это экономика, политика, социология, семейная жизнь, работа, поэзия. Абсолютно все. Все это на нашем форуме. Вы заходили. На сайт зайдешь, и там 55 папок и одни вопросы. В любой вопрос к ней и сразу разворачивается ответ. Это полвека, можно сказать, ушло на это. Мы это отдали. Людям везде не бывают. Мы даем наши сайты. Вы расскажите о себе. О счетах, в книге все сказано. Не, ну мы не знаем. О себе сказано. О молодости. О том случае, что если человек это понимает, мы не себя проповедуем, а Христа разберем. Я с детства знал, что Бог есть. Мама все это рассказала. Такое еще было. Я знал, что Бог есть. И есть это наш сайт. Дайте другие. Мемориумных нет в мировой сети. В армию пошел, что знал, что значит страх Божий. Мать сказала, будет конец, и будет суд Божий, и отвечать за все придется. Она говорила не библейское выражение, но понятное. Бог говорит, терплю до конца, буду мучен без конца. И мы боялись греха, у кого вера была. Нельзя. А почему все воруют, а я не могу воровать? Нельзя. Мать сказала, там, а женщина нельзя. И Бог меня сохранил. Мозги проедены у мужиков. Это женский грех. Блуд. Это все пожирающее. Грех. И на нем погибает больше, чем на всех остальных местах взятых. И вот материн страх, который она вложила, помог в армии мне начать поиск Бога. Когда я посмотрел фильм «Отверженный Викторий Гуго». А потом встретилась у меня группа людей, которые дали Евангелие в руки. Я в первый же вечер покаялся. В это время работал на корабле, учился в высшем мореходном училище. И просто Бог так сделал. Если бы я сюда приехал раньше с немцами, я бы как рыба плавал. Я бы по-немецки разговаривал самостоятельно, за шесть месяцев учил. Выступал в немецких собраниях, проповедью говорил. Полвека я не прикасался. И поэтому наслуды я не слышу. И все равно что-то я договорюсь. Самостоятельно учил английский язык, по-процузски. Это в армии только. Это Бог дает. И оно ничего не значит. И когда я уверовал, покаялся, началась новая жизнь во Христе. Полоса гонений. И я ни на кого не сержусь. У меня этого нет. Посадила власть. Это моя награда. И друзья изменили, совершили там подлость какую. Бог допустил, чтобы меня исправить. Я вот сегодня кое-кого жду, кто заочно знает, кто нападал. И мне просто хотелось с ними встретиться. Как говорится, обнаружить и обезвредить. Но они не пришли. От нас это не зависело. Ну вот наша жизнь такая. На следующий год, если Господь благословит, последняя поездка уже будет чуть-чуть, может, севернее Москвы. А сейчас вот пока здесь. 120 городовых сел мы должны посетить. Главная работа это по книгам. Мы оставляем, уезжаем. Книги расходятся по людям. Посчитая эти книги, люди преображаются. Эти книги написаны без приглядов глаза. Что нравится, не нравится. Мои книги бы бешеную популярность имели, если бы я угождал людям. Я затрагиваю сектантов. Я затрагиваю Папу Римского. По слову Божьему не сходится. Патриархию, правителей. То есть трудно найти область, в которой бы я не вторгся. Так что те люди смотрят неодобрительно на меня. Но не просто они врагами мне делаются. Это пророческое слово. Я никому не могу угождать. Я сегодня Валентине Дмитриевне столько сказал, что она мне должна была выгнать. А она обнимает и целует. Потому что она верующая. Верующая. Она знает, я говорю по любви, чтобы после этой жизни нам быть со Христом. Мы ждали людей больше, может быть. Но от нас не зависело. Значит, момент не настал. Придет время, услышат, увидят, обратятся. Может быть. А вера у вас православная? Вера наша святая, православная вера. А как крестите? Крестить как детей крестите? Как, как, как. У меня брат, он священник, православная церковь. Мы другой веры не знали. Мы родились православными. Он не водяное крещение принимает, а такое. Мы знаем, един Бог и единая церковь. И церковь православная. Вот баптисты, адвентисты, они лучше нас все, но они не церковь. У них нет священства. Вот в чем причина. Они лучше, они не пьют, не курят. У них в семье такой порядок. Много ребятишек. И я это должен сказать. Но это не все. Но они не церковь. Вот в чем дело. А раз не церковь, зачем же я туда пойду? Церковь там, где священство, где соборы, где каноны. И про православную непонятно. А почему ты о них говоришь хорошо? А почему ты уже говоришь плохо, что они хорошие? Нет, ну они да, они не плохие. Как говорится, церквей не было в те времена. Куда бы они ходили? Церквей-то не было в те времена. Церквей не было в то время. Поэтому баптисты, как сказать, запрет был? Мы повреда Бога. И Богу придаем свой путь. Мы не знаем, может нас впереди, завтра ждет последний шаг. Вчера мы могли погибнуть. У нас такая обстановка сложилась. Ну буквально в сантиметрах. Но Господь послал полицейских ваших. Они полиция называются? Да. И оттуда уже связались с ней. Они нас там растерпушили. Когда вытащили, полиция ваша нам понравилась. Они ничего лишнего не сделали. С нами сфотографировались после этого. С улыбкой проводили. И в парень пошла машина показать, где сворачивать на Зоннеберг. Вообще. Мою собаку оттуда вытащить пришлось. Она как рыкала, хотя бы на мордике. Который там дежурный офицер у нас шатнулся даже. Собака чем в машине? Собака восточной европейской обчарке. Здоровая она. Потом ходишь, посмотришь. Бог нас милует. И мы можем только Аллилуйя воспевать, как Бог нас любит. За нас молятся в церквах. Здесь, за границей. Везде, где нас знают. Тысячи и тысячи людей. Поэтому наш опыт, это люди понимают. Его повторить просто невозможно. Но многое в мире нельзя повторить. Но подражать можно в том масштабе, который тебе дан. Ну кто ринется сейчас? Куда мы едем-то? Вообще, в уму не постижим. Все только в Чечню не ездите. Только там в Южной Республике там война. Пройдем. Апостолы шли и умирали. Мы должны донести живое Слово Божие. Евангельское. Чтобы о вере православной люди узнали. Какая она святая, чистая, полная. А люди православные, православной веры не знают. Вот святая еще что. Они ее не знают. Они думают, батюшка это все. А это далеко не все. Иные батюшки, они только по названию православные. Православие это строгость, чистота. Это знание Христа. Это жизнь во Христе. Это подвиг. Это ущемление самого себя. Пост, молитва, милостыня. На высочайшем уровне. Не то, чтобы пять раз свечки перепродавать, да крутые машины покупать. А сейчас об этом все про патриарха. Какие там миллионные яхты покупают они, какого обрабовища. А у нас ничего нету, вообще ничего нету. И в то же время, Павел говорит, мы нищина всех обогащаем. Вот в прошлом году мы подарили только книги на 3 миллиона 150 тысяч. А у меня самая минимальная пенсия. Мне работать не давали. Я прораб, строитель, профессиональный. Ну, а поэтому я в свободные дни, когда осторожить только при милиции. А в свободные дни у меня дни, которые... Я инструмент, у кого глина, песок, печь, печь там делает. Два человека не бывает до недели. Я в один день две пищи от фундамента с трубой выкладывал. И потому деньги были большие. И поэтому начитанное купил 15 магнитофонов самых современных. И распространял. И всю страну наполнил пленками там это Библия, Архипелаг, ГУЛАГ, Солженицына. 12 томов Иоанна Златоуста, 50 томов я насчитал книг в Ауди. Они сейчас на нашем сайте. Нет ни у кого этого материала. И уже после перестройки, 20 с лишним лет, его нигде нет. В общем, это Бог сделал. Бог сделал. Для того, чтобы насчитать, практически ничего не надо. Достаточно, чтобы голос услышать и верить в то, что считаешь. Вот Библия, она открытая для многих. Она открытая книга. Бери и считай. И люди берут и насчитывают. Я, когда слушаю их, и моя Библия насчитана, я всегда признаю, они считают лучше. Я признаю. Я не артист. Я не могу. Но моя Библия самая распространенная. Почему? А все говорят. Там слушают, мы понимаем, считают артист. Там веры нет. Здесь считает человек, который живет этим. И Архипелаг говорит, ГУЛАГ говорит, я не слушаю. Я понимаю, это зэк считает. Он сам перенес этот ГУЛАГ. Его лупили, его били, его выворачивали. Я говорю со слезами, плачу. И люди слушают и плачут. Почему? Я вспоминаю камеры, где я был, все эти угрозы, заламывания. Оно все отражается. Вот с чем дело-то. Не то, что там у меня такой супер талант. Но тот талант, который Бог дал, я его не зарыл. Я постарался, чтобы всем его раскрыть. Показать, как с Богом хорошо. Какие мы счастливые. Вот она сидит. Мы с ней встретились, можно так по-человечески, случайно. И прикипело. Как будто бы мы с Южи были знакомы. Сестра еще была Тамара и прочее. Теперь вот эта сестра Нина, вот она есть. Мы через нее познакомились. Она не была ревностная. Не говорила бы, не ходила. Там у нее родина, Клочки, село называется. Ребрихинского района. То их бы не было. А теперь бы нам заехать было некуда. Смотрите, какая у Бога долгосрочная программа. Тетя Тамара, она умрела. Вот. Это Нина Александровна Желмера. Долгосрочная какая программа у Бога. Она нас нашла и к нему привела. Нина, ты меня слышишь? Да. Ты коротко скажи, как ты обратилась к Богу и как с нами познакомилась? С той стороны, сзади. Говори попроще. По-настоящему я обратилась к Богу только через проповеди, которые я услышала из ваших уст. Нина, Тихоныч. Голову повыше сделай. Голову повыше. Повыше голову. Вот так. Давай. Поэтому прежде, раньше я считала себя всегда верующей. Я ходила в церковь. Но я никогда не знала Христа. Я о нем даже краем уха не слышала. А о Библии я даже не слышала и не знала, что существует такая книга. Но я знала, что есть книга «Псалтирь». И в доме в нашем она у мамы была «Псалтирь». Мама ее читала. И меня учила. Живые в помощи. Вот это ты всегда читай. Больше этого я ничего не знала. А потом дальше. Встретилась моя знакомая женщина. Когда-то мы с ней вместе работали. И говорит. У нас вот в этом университете есть проповедник. Он ведет занятия. Пойдем со мной на эти занятия. Я сходила на эти занятия в университет, где Игнатий Тихоновичу вел. Мне не понравилось. Я один раз всего сходила. И ушла на два года. Не посещала больше. Два года я провела снова так, можно сказать. Я их потеряла, эти два года. Я теперь об этом очень-очень сожалею. Два года вычеркнула я. Из жизни снова ходила и искала, где истина. И вот однажды мне снова та же самая женщина пригласила на занятия. А я думала, да пойду еще раз в котлу. И я когда села и по-настоящему слышала, вот Бог-то отверстие, видимо, разум, уши духовные, видимо, открыл. И я услышала слово. Это было евангельское слово. Я так полюбила. И я потом вот 8 лет ходила на вечерние занятия два раза в неделю. А потом я пришла в церковь. В церковь, где вот у нас Игнатий Тихонович Лапкин, который сегодня у вас, его брат родной, священник. Вот в этой церкви я нахожусь уже давно, 10 лет. Ездила здесь, везде у нас в городе, на благовестие. В другие селы, в деревни мы тут ездили на благовестие. Я всегда принимала участие в этих благовестнических путешествиях наших. Потом сама самостоятельно ездила в деревню Клочке, где я родилась и выросла. Там жила вот Валентинна сестра, как Наля. С ней мы познакомились в церкви там, в их местной. И у нас с ней были продолжительные беседы. И она уверовала по Слову Божию уже. Просто так. Она 8 лет до этого ходила в храм, читала на клиросе, пела и читала Псалтирь. И даже не знала, кто автор Псалтири. И когда первый раз она услышала от меня об апостолах, она так удивилась. Так это кто такие-то? А я говорю, это вот они, что ли, Пётр и Павел, которые мы читаем. Я говорю, да, это они, которых мы читаем на апостольских чтениях. Это вот их к нам послания. Она настолько была не просто удивлена. Ей было стыдно, что она 8 лет прослужила и не знала этих апостолов. Вот так вот мы познакомились. А потом к ней приехала в гость Валентина, которая там у вас живёт. И с ней мы встречались тоже в церкви. И потом у нас завязалась друг друга. А потом они приняли крещение с полным троекратным погружением. Они были крещеным ночением, но по-настоящему не были крещеные. Батюшка нас дополнил им крещение. Это у меня здесь супа и зазвонил. Вот. Вот так вот мы подружились. Потом они у нас приняли крещение. Я была у них поручителем на этом крещении. Вот. Ну и довела вот Тамару, её сестру, до конца. Она ушла из жизни. Вот скоро год будет. Вот так король. Нина, ты расскажи, как ты первый раз к нам пришла в церковь. Как у тебя, какая мысль была? Я ходила на занятия, но в храм я никогда не просила разрешения прийти. А у нас в храм можно прийти только с разрешением первый раз. Только с разрешением либо Игнатия Тихоновича, либо священника. Я об этом знала. Как-то у меня не хватало смелости попроситься. А всегда внутри-то у меня было такое желание. Пойти самой, посмотреть. И не просто посмотреть, а принять участие там. И однажды утром рано, когда я проснулся, ходила я в кафедральный собор. У нас есть кафедральный такой собор, старый, самый старый собор в городе. Я туда ходила на службу. И утром рано. Я проснулась и думаю, ой, а куда же я сегодня пойду? Как мне хочется туда? А сама не знаю, куда ходится? И думаю, а вот я читала книгу какую-то, а я их уже несколько книг читала. В какой-то одной из книг есть фотография, где мэр города вручает дом, живут Игнатия Тихоновича. И там была надпись «Актриса». И я думаю, сейчас я быстренько найду. А время-то идет, утро, да, нужно приехать вовремя туда на службу. Я вскоре, и прямо сразу попалась эта книга. И сразу открылась эта книга на этой фотографии. Я прочитала там адрес и поехала. Я стала искать. Ну, это был зимний день, зимнее утро. Это еще темно. Я нашла этот дом, здание, но еще было темно. И я так это зашла. В ограду почему-то оказалось открыто. Это для меня Бог оставил открыто. И я потом это осознала, что вот это же специально Господь оставил мне ворот там открытыми, чтобы я могла пройти. Дальше, когда я зашла в ограду, я увидела еще одну дверь. Я в эту дверь зашла. И думаю, ну, надо же, как тепло, как мне попутить. А там ступеньки такие, я про них не знала. И я как попнулась об одну ступеньку, и прямо влетела в следующую дверь, в которой, это была входная дверь туда, в храм. Я об эту дверь-то и заскреблась, заскреблась. А там меня услышал брат, который стоял на посту возле этой двери. Он меня открыл. Открыл, провел меня. Там я разделась. Он меня провел и поставил. В храме уже на молитву. Я встала и долго и несколько лет стояла на этом месте. Но все, узнав о том, что меня никто, мне никто не разрешал, подумали, как же я прошла. А вот так я и прошла. Так, я продолжу пока. У нас такой порядок, которого ни у кого нету. Обычно как, церковь стоит, построили в любой выходи-выходи. А это абсолютно неправильно. Правильно, как это Деяние Апостола 5.23. Написано, из посторонних никто не смел пристать. Вот здесь вот она проверяет дверя, не то чтобы с улицы заходили все, а это церковь. И у нас не положено, допустим, обычно как там, разные баптисты, другие называют людей, там вербуют, завлекают, тянут. У нас это запрещено. У нас нельзя к себе звать. Почему? Потому что мы себя не считаем хорошими христианами. Ну, что тут? Ну, а если человек уже знает, ходит на занятия, просится, тогда два поручителя сходят на дом, на занятия, он на сегодня университете учится, проверили, кто он такой. И тогда и разрешаем ему прийти. Поэтому у нас могло быть в сто раз больше, но мы на это не идем. Надо, чтобы человек сам сознательно полюбил Христа и по воле Божьей старался жить. А ее никто не приглашал. А вот видите, работа шла два года, и она теперь вспомнила книгу, достала, и там мэр города вручает мне дома, написано, на улице Ползунова 6. А у города-то ей хорошо известно, это центральная часть города. И она ночью пришла, у нас обычно молиться начинает, а града закрывается, а тут не закрыли. И она в этом увидела Божий промысел. И человек не оказалось так. У нас обычно дверь запирается, там машины, чтобы еще не было плохого, дежурная еще дежурит, меняется несколько человек. Ну, а дальше она вот о себе говорит как. Видите, если вы ее звали, вербовали, тянули, один вопрос, другое дело, когда не пускают. Тут мне звонит в прошлом году один. А получилось так, я раньше многое начитывал, эти пленки, тогда были катушечные такие, магнитопон, они раскатились по всей стране. Ну, и у них такая пленка, я там, я сейчас не знаю, что там, Яна Кроштадтского, там Серафима Саровского, слышали такие имена. Вот. И они слушали, но ни, на пленке нету ни клейма, ни адреса, ничего нету. Они ее затерли, а эту пленку еще больше крутишь, феромагнитный слой слетает, и она едва там слышна. Но в прошло время у меня начали появляться книги издавать. Я занимался издательской деятельностью 9 лет. Ну, для тех, кто работает в интернете, знают, что это такое. Я больше 30 тысяч провел в интернете. Сам делал набор, версткой сам занимаюсь. Версткой. И в фотошопе даже приходилось работать сколько-то. И Господь так вот сделал, что им, этим тем людям, это в Кемеровской области, попадает книга. Они считают ее, и мысли схожи с теми, которые там они слушали. И они тогда спрашивают, ну здесь вот написано Лапкин, Игнатий. А на пленках-то не было. Так это не он ли? А тут у меня на каждой книге впереди и задний адрес. Он берет телефон, ну и трубку набирает. Это вы будете, Игнатий Лапкин? Я. Так это ваши пленки мы те годы слушали, там 10 лет назад. А что за пленки, что там было? Он говорит, ну да. А можно к вам приехать? Я говорю, ну обычно, ну как у людей бывает. Ну, к себе затянуть. У нас не так. А я отвечаю, а зачем? У вас есть еще книгу, считаете? А мы хотели, а мы не приветствуем, это хотели. Вы там работаете, будете, вы не думаете, ага, заочный, я хороший. А ты ко мне приедешь, а я зубастый тигр. Как говорится, пес не кормил, я тебя, может, сожру здесь. Лучше на же состоянии будем любить друг друга. Но проходит еще время больше, он уже на лето, этот человек, и просит. У вас крещение будет, а можно я приеду? Ну видно, что он настойчиво просит. Мы разрешили, он приехал не один. Придет время, он примет крещение, и там теперь он работает. О его работе отдельно можно сказать. Как этот наш брат Михаил в прошлом году ездил на Благовестие, и там через него еще душа приходит, еще он работает. Вот эта работа, когда она не от человека, а от Бога идет. Вот к нам приходит человек, а допустим, он баптист или католик. Ну мы разрешили, ему понравилось у нас. Ну, мы его предупредили, ты к нам пришел, мы тебе разрешили. Следующее воскресенье ты можешь не ходить. Но, когда придешь, дашь отчет, где ты был в те воскресенье. Он скажет, ну я баптист, был баптист. Нормально. Это и вот сейчас. Я у католиков был. Но если ты нигде не был, а просто вставать неохота, хотел полежать, то к нам дорога, мы говорим, закрыта. Нам это не надо. Мы к себе не тянем, чтобы ты для Бога работал там, где есть, для Бога. А Бог тебя определит, где ты будешь. Я скажу, такого тоже ни у кого нет. Если человек, он католик, он любого сделает католиком. Православный, я их не стараюсь сделать православным. Но они почему-то делаются. Вот в моем доме пришли сколько баптистов, адвентистов. Они стали православными, батюшками православными. Патриархи, патриарх Кирилл у нас там есть. Почему? Это Дух Святой делает. Когда Духу Святому человек доверяется. Вот вчера, когда нас полиция зажала, паспорта все отняла у нас. А вы испугались? Ну, они спросили, а куда? Мы сразу все выложили. Нет, вы испугались, нет? Да нет, а нам пугаться нечего. Я испугался первый раз, когда понял, что я грешник и погибший. И в огне говорят, я страшно испугался. И в этом страхе я прожил 21 год. А потом моя радость превысила страх. Я узнал, что Христос умер за меня и кровью своей греха мыл. А теперь я должен служить Ему. Вот эта радость моя я не могу скрыть. 51 год уже. Как я обратился в 62 году. 51 год. Вот тот страх. А милиция, полиция, она везет. Бывает человек говорит что-то, а бывает гундит. Она надоедает, капает на мозги. Так вот я такой. Я сижу сзади на сиденье, а они, друзья-то мои, впереди. И когда нас повезли, я в это время-то вижу, что им уже не до меня. А я им говорю, я вот только что вам говорил про это. Я говорил вам, а вы не делайте. Я говорил. То есть то, что полиция делает, это то, что я им говорил, а они не сделали. И полиция пришла мне на помощь, заставить делать. Кому сидят за рулем, где остановиться. Я им до этого только что минут 10 назад сказал. А они не послушали. И поэтому Господь посылает полиции. Я думаю, если благополучно, мы вернемся. Я этот снимок сделаю на бумаге. Постарайся надо узнать. Перед вами ближайший городок какой был? Он в стороне маленько. С какой стороны ехали? Они из Сверфурта. А вы по какой он? Я нарисую потом. Вы по автобану ехали? Да. Вы, наверное, с Гобурга сюда приехали? Да, вы на 71-м в автобане попали? На 73-м? Нет, в полицию попали. Когда по 71-м в автобану шли. Да, да, да. Это значит, вы недалеко от Афурта. Езжаешь туда. Заворачиваешь. Прямо полицию сбоку там совсем. Дело в чем? Вы сфотографировались, да, с полицаями? У вас есть фотографии? Есть тут фотографии, да? Она на фотоаппарате. Скачали. Вот, смотрите, маленькое дело. Нас задержали. Паспорта у всех отняли. Мы все там побыли. И когда отпустили, мы Бога стали сразу благодарить. И вас повезли в участок? В участок привезли они. Там машину загоняли. Машину загоняли. Вместе с вашей машиной. Они паспорта забрали. За нами гоните. И наш шопер за ними ехал нельзя. А когда уже к себя не загнали, там я у них там яма? Да, ну, ну, ну. Так вас на соль загнали. Там можно на службу. Соль это таможня. Это таможня была. Он мне сказал, что ничего страшного. Это таможенная служба. По-русски. Таможня была таможня. То есть они... Никакого отношения к милиции не имеют. Полиции? Ну, это другая немножко. Они тоже как полиция. Ну, а таможня, наверное, наркоделом занимаются. Они все ищут. Они ищут водку. Сигареты. Наркотики. Ну, ты спрашивали, сигареты есть? А это то, что немцы очень страшно боятся бородатых людей. Да вы что? Да. Я вам не скажу. Когда мы все бородатые выстрелились, они с нами в ней наряд, улыбаются и фотографировались. А девчонка, которая у них там помогает, так она стояла, смеялась там, веселая. Нет, они улыбались-то, а штаны-то у них мокрые были. Бог его знает. А что нас боятся? Мы не ваххабиты. Так они это нижнее знали. Но дело в общем. Когда мы выехали, я не про них говорю, а про нас. Но ошибка небольшая. Полиция, я думаю, все, они на страже государства стоят. Они разберутся. Ну, в рамо себе. Они хорошо с нами обратились. Если ничего плохого не сделали. Когда выехали оттуда, я знаю, что они дальше этого не пойдут. Нас отпустили, мы помолились, на этом все. Хватит зря. Заметьте, мы одинаково сидим. Тебе сколько лет? Тебе сколько? 40. Мне вчера исполнилось 74. Вчера день ангела, день рождения был. Вот заметьте, мы одинаково сидим. Все одинаково. События одно и то же со всеми. Но у них на этом и заглохло. У меня только начинает разворачиваться работа. Мы уже уехали. Я даже планую, это от Бога. Это Господь послал мне помощников. Они рассматривают ее как полиция, это допустим. А я рассматриваю как помощники мои. Они на дому и смеялись. Когда нужно что-то спрашивать. Давайте у полиции спросим. Они говорят, ну вот ваши друзья стоят. Вот ваши друзья. Я теперь думаю, как это отметить? Дело-то хорошее. Думаю, я приеду. Это работа только в моей голове. В 74 года работаю я. Теперь, мне нужно теперь узнать их адрес. Вы можете помочь мне? Кого? Полицаев? Вот, которые вчера нас задержали. Да можно. Нет, это очень интересно. Найти адрес их управления. В каком городе можно? Ну вот, предыдущий перед этим. Перед тоннелями. Мы шли в тоннели, тоннели, три тоннеля. Внутри тоннеля, это значит со стороны Эрфорта. Ну да, они со стороны Эрфорта. Оттуда шли мы уже в тоннели. Длинная тоннель, километр по 5 градусов. Он сказал какой-то город и сказал, бай Эрфорд. Он насрал его, я и... А они на этой стороне. Вот как если... Вот тоннели идут, а мы оттуда шли. Ну у вас же тоже Эрфорта, где номера у полицаев, нет? Доможенники вообще как-то говорят. Ну туда, ваше это полицаев. Суть понятная, что я решаю. Валентина, возьми на контроль. Ребята помогут. Найдите. Найдите. Вы стоите в государстве. Я думаю, я приеду. У нас бланк. Я на бланке это все опишу кратко. Приложу фотографию и поблагодарю. Какие у вас хорошие оперативники. Как они работают, как с нами обратились. Мы из Дальней Сибири. И представьте, и приложу снимок, который с ними они согласились с фотографией. Я уже просматриваю дальше. Это на моей... Теперь как-то отначально. Мы в вашу машину проверяли. Игнатий Тихонович, я перебью вас, извините. Вам надо было спросить фамилию. Мужики, я... Не до этого надо. Нет, вообще, если все еще раз остановят, вы скажите, скажите вашу фамилию. Я знаю порядок. Из какого вы это сообщили, полицеи-обинцермируют. Записать. Но, знаете, мне не до этого было. Я радовался, что нас захватили. Это мои помощники. И мне не надо спрашивать, как раз я не стал выламывать, мне не надо. И сделали правильно, чтобы... Нет, это не просто, чтобы... Это норма разрешает. Просто узнать. Просто узнать. Вот таким человеком... Смотрите. Вот теперь я думаю, Даша, когда я это все сделаю, напишу, а это я могу сделать. Теперь это управление, начальство, они это обязательно будут разбирать. И обязательно вот эти, которые были, на снимках-то их видать всех. И они с ними побеседуют. И им будет приятно, что из далекой Сибири были люди. Их в ночное время задержали. Они признают справедливо. И как осмотрели. Я расскажу, что мы другим рассказываем. Я в таможню пойду, там расскажу. Это какого будет этим немцам здесь приятно. Маленькая деталь, а я ее уже раскручиваю. Все в мозгах стоит. То есть это надо на немецком языке. На немецком языке. Вы можете просто эту информацию просто выставить в интернет. На немецком языке это все будет выставить. В интернете они найдут, не найдут. Найдут. Но когда придет письмо, да еще с печатью, и на немецком языке это все будет, на немецком перевести, с фотографией, я думаю, это будет иметь отлик. Ну и приложим квитки наши, расскажем о Боге. Они посмотрели, зачем мы сюда едем. мы все показали то что мы делаем у нас на немецком языке переведено мы дали прочитать и они нас езжайте впереди вас поедет машина и вы за ней езжайте вот она направо мигает 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 я думаю что он мигает долго на камеру не сняли в это время когда нет это пропустил мог записать но это была ошибка паспорта вам вернули и поехали впереди нас машина в темноте мигала мигала показывает куда нам сворачивать надо а сам еще мигнули влево и ушли а мы остались одни в темноте дело в том что они сказали вещи вытаскивать и я то вы с братом участник это всего был когда с ним дело не до съемок нет не все я там по-английски немножко сказал что здесь книги получился дорога но они поверили поверили сказал что мы верующие православные христиане они спрашивают а сигареты в это водка я говорю это вот вода водка где у нас емкости словно то есть они искали именно вот такие вот товары мы только въехали в германию и мы из него не стали горитого немцы там такие это не мы наоборот увидели хорошее положительное во первых это нам полезно увидеть это это серьезно я не играю здесь и полезно для тех кто слушает от вовы полезно тем которые услышат начальство а в случае это совсем незначительный но мы старались изничтожен и извлечь полезное и библия говорит если излечешь сделай как мою уста это будет полезно для русской полиции конечно очень полезно мало того мы там можем газету послать свою на русском языке опубликовать в краевой газете можно в таможне тоже стороной послать это знаете какое событие и все с фотографией еще адрес нам когда пришлете адрес узнать надо точно адрес и даже если бы кто-то пошел это но можно сказать у вас тут бородатых таких задерживались сибири то нужно адрес взять скажи они хотят отблагодарить ваши они дадут адрес то можно так узнать куда поставь фотографии валентина запиши себе это не забудь вот видите мы из ничего а дорога то длинная а сколько у нас таких встреч вот мы при пошли решили книги это у нас 38 модели в каждую библиотеку а где-то малая называется 38 книг у меня там стоят вот этот новый завет стоит трехтомник его за 2000 лет такого не было нигде полное толкование нового завета сейчас она покажет а ты трехтомник внизу покажи он там возьми на руки эти книги украшают библиотеки многих стран уже под постанов подарок путину медведеву патриарху кириллу вот посмотрите эти какие они книги с закладками двести сорок святых фотографий картины медвестрация да а че так много он с толкованием с объяснениями толкование нового завета по святым отцам у меня есть вот полное с откровением с откровением новая библия есть полностью новая старая все есть у меня такая товар просто посмотреть можно будет сравнить нет но это это что у вас есть я не знаю но я так что полного толкования нового завета не было никогда его не было во всем мире это же ваши книги как пишется это же ваши книги я говорю что это же 297 моих комментариях потому что сложно читать нет 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 вы не видали не сведущему человека а это объясняли святые отцы это знаете что он написал с толкованиями со всего как это самое он сам не толковал толкование блаженного фифилакта один из телек а его комментарии к нашему дню применимые я ничего не толкую вообще это православие то есть толковали святые отцы он их помещает это все это пояснение просто допустим фифилакт говорит что нужно всем идти проповедовать а я оставляю дальше Иоанн Кронштадтский на эту тему вот так сказал тоже Игнатий Причининов вот так то еще сказал то есть я усилию а дальше я говорю а сегодня они не хотят священники проповедовать это мои комментарии оно другим шрифтом отчеркнутыми черточками написано комментарии и таких 297 комментариев усиливая проповедь повсеместная любовь к Библии вы книги какие нибудь пишите сейчас? а? книги какие нибудь сейчас пишите? нет не пишу я отошел от всего а вы что то записи делаете какие нибудь? это вот книгу написал Игнатий Тихонович 38 таких книг так теперь вот вопрос задавите пишите ну или вот записи делаете вот вы путешествуете сейчас я все время веду дневники дневники вы ведете сейчас? и дорогу веду я больше 50 лет но я говорю имею ввиду что вы записи делаете сейчас знаете смотри как интересно получается я служил в морфлоте а где? в Тихий океан в каком городе? ну начинали мы в Петропавловск-Камчатске после пришел с Елизово быть я закончил в Николаевске на море в Петропавловск-Камчатске? вы не Елизово были а я был Завойко вот видишь все наша была единственная база по ремонту подводных лодок одна военная все уже переводили на гражданку ну дело то в чем говорим вот книга как она пишется и знания это как то все непроизвольно почему? у меня все книги вызваны каким то толчком толчок допустим ну люди не каются я пишу покаяние большая статья выбираю все что написано в Библии что святые отцы сказали что вселенские соборы и маленький листок ну листок газетный я его распространяю печатаю у меня знакомый был главный редактор Алтайского государственного университета и он тираж газеты 999 я приспособился ему вкладку делаю я ее оплачу у меня 25 тысяч он отдельных издает а оплачивает из моего кармана а я теперь это все раздаю это в то время еще было и когда книги у меня таких 14 уже вкладышей накопилось пришли люди старобряться и говорят а почему бы отдельные книги не издать а зачем я говорю она напечатана нет книга это одно я этого даже не понимал а кто будет версткой заниматься версткой это сколько страниц это сложное дело я даже этого слова не знал я говорю так они же уже написаны нет это мне все Господь даст но они поставили условия чтобы все что встречается после Никона не печатать они не любят послереформенное они молятся двумя перстами старобрятся и чтобы то что пришло потом там Игнатий Причининов Феофан Затворник я убрал я на это согласился я говорю давайте так но у них еще какое-то торможение и они отошли тогда я уже сам начал это дело как раз раскручивать понимать и издал ну это к истинному православию и теперь я издал уже Иоанна Хронштадтского и Рафея Мустаровского и она получилась книга книга без всякой купюры это как Бог делает они пришли меня толкнули отступили а дальше мне нужно верстать нужно работать набирать я не умею и вдруг знакомиться с беспризорным можно сказать иеромонах грамотный иеромонах патриархийный я первого человека увидел который печатает десятью пальцами не глядя равно по-русски по-английски я по-русски печатал много лет не глядя десятью пальцами но по-английски я ищу буквы не знаю куда она делась и он поселяется не где-то а в моей квартире и не где-то а у меня комната разбитая на этажи плоскарты на второй я на первой и я теперь все от него мощно перенимаю и учусь и после этого сам работаю это Бог делает так не раньше не позже вот я был в морфлоте и говорю глухонемые показ буквы М и Ф вот так и вот под старость мне Господь позволил тоже МФ я оставил себе это молитва и форум а то я чем занимался много печатался в разные газеты журналах я вел три радиопрограммы постоянно постоянно все милиции все отделы пять отделов милиции городской крови это мои подопечные за мной приезжают я выступаю в них воинских шестях в университетах в школах в заводах трудно сказать где я не проповедовал это Бог делает я внезапно отошел я нигде не проповедую писать статьи перестал это второе третье я составлял книги перестал я их печатал сам написать и печатать это разное дело я перестал стихи писали я четыре стихи писал у меня написано 3467 стихотворений по 9 купил они в книге книги есть они здесь я перестал писать у меня еще рука знаете сколько дрожало я стою вот строчка вылетит я напишу а про что вы писали а про что писали стихи про что о чем трудно найти о чем не писал про любовь писали так вот они лежат вот они стихи я не читал вы любой открываете ведь вале не дает каждое стихотворение 9 куплетов как поэма и она всегда с определенным уклоном смыслом двойным я перестал писать теперь четыре проповеди говорил каждую неделю в храмах в разных храмах я перестал это говорить то есть все абсолютно оставил внезапно и оставил только молитву и форму что значит молитва Давыд говорит и 7 кратно в день проставляю тебя Господи за суды правды 7 раз в день становиться на молитву молитва это 3 святое и 100 поклонов не меньше 7 раз в день вот мусульмане намаз совершают молятся 5 раз я это взял себе молитву и форму МФ морфлот молитву и форму я пришел это тоже очень интересно и люди когда узнают как у вас так получается оно само получилось но и само Господь указал абсолютно от всего отошел только оставил вот это вот я занимаюсь очень много с ними почему здесь у меня мировая связь ну и наполнение форума 1440 тем там там ролик вот она знает она у меня тут бывает частенько Валентина Старфисон вы знаете что мне понравилось вы может быть или вы записали уже у себя в дневнике ну тетя Варя рассказывала когда расскажите еще раз сейчас когда тетя Тамара умерла и когда это бабушку просили там это самое ну помните бабушку там бабушка какая-то что поверите как что а позвонить в колокола а она говорит она сказала что а нет что же батюшка скажет там их не то а это батюшка ну расскажите историю я Зина ну ка Нина расскажи как это Зина она лучше она знает она к первой истоку пришли ага очень интересная история ее бы вот записать и чтобы действительно ну давай у нас как продукта с этой Зинаидой не было во время вот этой нашей встреч она нам часто ставила ну такие неприятные моменты а когда Тамара умерла и она пришла на похороны заходит в коридор и говорит заходит в коридоре со мной встретилась и говорит Нина а мне то можно сюда зайти ну почему нельзя проходите тут наш батюшка приехал уже тут отпевать стали все и когда отпели она и говорит подходит опять ко мне Зинаида и спрашивает Нина а можно я там пойду на колокол и буду колокол звонить и он говорит конечно можно а это а я говорю а правда будешь звонить вы уже а вас батюшка-то благословит она говорит да не знаю ну вот батюшка благословит ну вы же батюшку-то боитесь больше я говорю так вы же батюшку-то боитесь больше чем Бога поэтому иди и позвони батюшке вперед будет у вас разрешение на это благословение или нет Она говорит, да нет, позвоню. И когда мы уже проходили мимо церкви, везли уже тело покойной, она била в этот колокол. И когда после этого, когда мы уже похоронили, и она сразу позвонила батюшке и сказала, я без вашего разрешения, без вашего благословения била в колокол. Вот так. А последствия какие? Вымешивалась? А он сказал, ну да ладно, ну раз сделала, так сделала. Он единичку не сказал. Нет, нет, там тетя Валя по-другому рассказывала. Да, подожди, Валя. Примерно так же, но интереснее, интереснее. Значит, что вот пришла вот эта женщина, и значит, что похороны тети Тамары, и она говорит, значит, это самое. Ну слушай, женщина ей говорит, надо позвонить, это самое, в колокола, а она говорит, а как же звонить-то, это самое, батюшка что скажет? Она говорит, ты что батюшку боишься? Она говорит, да, боюсь. А Господь Бога боишься? Она говорит, да, боюсь. Ну а кого ты больше боишься, батюшку или Господь Бога? Она говорит, ну конечно, Господь, ну тогда иди звони. Нет, она сама встала. Я спрашивала, а кого ты больше будешь? Бога или батюшку? Она говорит, она так стояла Бога. А я позвоню. И говорит, я пойду звонить. А я позвоню. То есть вот такая интересная история. Она тогда задумалась, и потом она такая решительная, и пошла, и позвонила. Вот у нее отпал страх. Да, перед батюшкой. Она больше Бога, она поняла, что больше Бога. Женщина была или девчонка? Нет, женщина. Женщина же была, а я была девчонка. Нет, женщина. А суть в том, что сестра моя была в запрете. А как она, женщина была, боялась батюшки? Нет, тетя Тамара, она была в запрете у батюшки. Они не давали ей исповедоваться, ничего. Из-за того, что у нее вера такая, что вот она вот. Они теперь пятеро садят, как что делать. Они стали ее гонения на нее стали. И тут, когда она умерла, вроде как ее отлучили от церкви, там, и не стали ее пускать в церковь, и она и на клиросе пела. И, в общем-то, полностью человека отстранили. А тут, когда пухороны, женщина, которая с ней была, и она ей говорит, что это самое, позвонить-то можно? А она говорит, ну как, конечно, надо позвонить. Она говорит, ну батюшку, я говорю, боюсь батюшку, как звонить. Главное, если боишься батюшку, тогда не звони. А Господь, Бога боишься? Боюсь. Ну, тогда иди звони. То есть такая история очень интересная. И вот интересно рассказать. Не сказали, иди звони. Она сама сказала. Она очень решительно, она встала и сказала, а я позвонила прямо вот так вот, да. Да, да, что факт, что вот она сама. Вот это очень интересное. Нина говорит, ну боишься батюшку, в черт, да, не звонила. А я спрашиваю, а ты Бога боишься больше, чем батюшку? Кого больше боишься, Бога или батюшку? Бога. Бога-то она не видит, что боятся. А потом и тут она задумалась, и вот так вот изрекла. Встала и пошла. Вот они рассказали события, и нужно вывод сделать, какой? Преодоление страха – это превозможение от любви. То есть она сказала, боюсь Бога, это означает, люблю Бога. Я хочу сделать полюбив к этой сестре, которая знала, с которой вместе пела на клиросе, и против которой несправедливо воюет сейчас, уже умерший. А они после этого многократно будут каяться, священники. Что они делали? Ну это и жизнь наша, конечно, в траку это не ставит. Но она преодолела страх. И она теперь с удовольствием, та женщина вспоминает, момент у меня был, а священник смирился, ничего нет. Она боялась, что он нахажет, ты колокола, кто тебя ставил. Ничего подобного. Вот мы поехали, мы столь многого не знали, опыт по стране у нас был. Ну в прошлом году 240 городов-сел. Это 240 библиотек, я должен был на свою сторону привлечь. Я захожу в библиотеку, я не званный, не жданный, а не против. Я должен в течение буквально 10 минут все обратить на свою сторону. Ну и все это записано у нас. А нынче поехали вот сюда, у нас опыт никакой. Вот по союзным республикам еще хорошо прошли, а вот здесь у нас нет опыта. Но думаем, что когда мы закончим, мы уже так говорить не будем. А это практически больше 30 государств. Так что на суд Божий представляем все. У меня иногда спрашивают, ну скажи, тут такая поездка, такие средства, мы специально машину приобрели, ничего не имею. Это новая машина купленная. Вот только на бензин в прошлом году в стране мы потратили 220 тысяч рублей. Только на бензин. Вот сюда нам собираться стали. Сразу поставили условие, что визу открыли, чтобы на каждый день пребывания мы доказали, что у нас есть 60 евро. На каждый день. А у нас ни одного нету. Ну посчитали, на троих нам нужно примерно 11 тысяч евро. А ни одного евро нет нигде. Бог сделал так, чтобы все уладилось. И вот уже теперь, нужно нам теперь 220 тысяч грузскими рублями. Денег-то нет на бензин. Ну нету. Уже остается два дня. Нету. Я обычно всем говорю, после 9 вечера нашего времени нам не звонить. Это личное время. На молитву мы приготовляемся. А встаем в 4.40. Об этот день я на форуме застрял, там мать, вопросы, ответы. И вдруг один заходит и говорит. Я вот на вашем сайте давно торчу. Я хотел вам помочь. А у нас-то было такое объявление. Готовится издание 3 книги мои. И требуется на каждую книгу, тогда цена намного меньше была, сейчас требуется 364 тысячи. На одну книгу. А у меня 4 книги стихов заготовленные, только отпустят по 800 страниц, с каждой книгой. А из-за одних стихов. Ну я из-за этих не могу, они так застряли, выставили в интернет и все. И он говорит, я на книги хотел послать там. Я говорю, книги уже издали. Это те, которые раньше были. Но я все равно хочу помочь. Я говорю, нам деньги должны на поездку. Нам не хватало 150 тысяч. И он говорит, сам говорит, я говорю, вам 150 тысяч хочу выслать. А живет в Калининграде. Теперь назвался Дмитрий, Дмитрий звать. Я думаю, если он пошлет, а деньги-то много места занимает, хорошо бы, у нас самая большая купюра 5 тысяч красная. Когда пошел в касту, в банк, а они выдают там тысячами, а тысячами это пачка. И до меня у человека дошла, она мне выдают по 5 тысяч ровно. В первую очередь, я этого человека не знал, кассир не знал, какие мне деньги, но уже через 2 дня именно деньги, 150 тысяч, нужными купюрами, Бог мне отсчитал, иди поезжай. Это что, случайно? Хорошо. Не знакомый, я его так и не видел, у этого человека. Вот и все. Так Бог делает. Это от Бога. Я рассказываю такие случаи только про деньги, денег-то нет. По изданиям книг, что одна умирает, первую книгу издать, а она глубоко верующим причастилась, исповедовалась. Я говорю, ты как умрешь, Надежда Павловна, ты там у Бога пройдешь там все это, где надо, а там Никола чудотворец, а он любит помогать. Подойди к нему, попроси меня, пусть он меня маленько подкинет. Я книгу не могу выкрутить, первая книга. И она за четыре дня до смерти, еще раз встретились, уже шепотом разговаривал, я помню. И когда умерла, люди-то все знали, я всех оповестил, молитесь, чтобы у нее там благополучно было, на той стороне. И вот уже сороковой день, и все спрашивают, ну что это, да ничего никакого, серьезно. Ну а все верят. И вдруг к обеду ближе, в дверь стучится человек, заходит в руках такой маленький сахвояжик, и говорит, вы говорили, вам деньги нужны? Я дам деньги. Но одно условие, чтобы никто никогда не узнал, что я у вас был. Деньги выложил, я пишу, книгу уже выкупил, еду, первую книгу считаю, я не могу поверить, моя книга, стихи, фотографии, знаешь, как первого ребенка. А уж, знаешь, это 38, я уже того азарта не имел. Вот, пожалуйста, а газета Маркер Экспресс напечатала помощь с того света. И многие люди считают. Это от Бога. Мы поехали, вообще ничего у нас не было. Поехали, мы переполнены, у нас все есть. Ну, коров не держим, а поехали, я не знаю, в общей сложности, наверное, литров 10 сливок только взяли. Да, и это. По полторашке такие. Вы поехали 7 бутылок. от себе или вас посылали? Вы от себе поехали или вас посылали? Послава Господь. Вы из Барнаула прямо на место привезли, дали, езжайте. А она спрашивает, Игнатий Тичин, вы с вами в церкви поехали? От церкви поехали? И спрашивает. Или вы с вами у нас благословение от церкви, священник, все благословено. И на немецком языке, вчера мы как раз и показали, что Красноводвиженская община благословляет трех благотов на благовестие с книгами в Германии, Греции, все страны Европы, Азербайджан и другое. И дальше подпись священника и печать церковная. И они как посмотрели, эти ваши таможенники выходят, я бы неправильно говорил, думал, милиция, и все, нас благословили, езжайте. У нас все по благословению. И у меня с собой грамота, митрополитам, с печатью на проповедь всестороннюю в Российской Православной Церкви. То есть у нас очень большие покровители, любовь, забота. Вот она, сестра, она не просто так здесь, она каждый день молится. Я знаю, все молятся. А узнают сведения вот через его жену. Он ей звонит, она передает это, но там уже... И вот она, смотри, на ее светет такие годы. Одна она бы тут сейчас зачахла, а на глянь на нее, как она выглядит. Ей даже нужды нет, она все забывает. Она в Боге. Мы пришли, она в заботе созвонит ночью, где они там полицию уговаривают там отпустить или еще там на игру говорила. Это любовь. Христа она нас родила. Я никогда не знал с артисоном, ну что это за патефон, откуда он? А вот смотри, дальше познакомились, как будто бы я... И дорога в Германию вывела. Это Господь. С артисонами надо дружить, она ее вывела. Я иду человек, надо тоже живать в Германии, да? Вы в Германии живете? Да. Вот. Ты в Германии? Ты из Германии тоже? С некоторых пор. Ты тоже из Германии? Какой город вы живете? Баевой. Он в Павероте живет. А, порядочно отсюда? Да, не так далеко. Его батюшка наш хрестил в православной вере. У него родители баптисты верующие, а он вот, вот он уже, он в мудрстве шпакрестит. Я почему говорю, что баптисты хорошие люди. Вам приятно слышать это? Баптисты самые верующие люди. Я же не знаю, что он баптист. Я знаю баптистов очень хорошо, очень. Я через них получил Библию. Мать. Для меня, я у них проповедовал с кафедры. А батюшка его наш хрестил с полным погружением. Ну, Господь же дает. Представляете? Жалко, что батюшки-то нету. Вот жалко, но он работает, он сам сегодня сожалел сильно. это, агафер, я хочу вас спросить. Да. Вы говорите, только в церковь надо ходить, а у павтиста дом молитва. Да. Это что, не считалось? Так я говорю, церковь это не дом. Церковь это то, что Бог образовал. церковь это дом называется? Он и был раньше, и теперь есть старые. В церкви должны быть епископы, должны быть священники, а у них нет этого. Вот что делать? У нас нету церкви, у нас дом молитва, большое здание, все тоже сделано как церковь. Ну, дом молитва. Где смеляться? Церковь не в бревнах, а в ребрах. Это собрание святых. Церковь это собрание верующих во Христа. Это глубоко верующих людей. Где есть епископы, и священники? Везде можно ходить и верующим, в большую верующую. Это всякие люди. Это храм Божий. А церковь? Католийская. Я не считаю. Но в простонародье принято так. Если ты Бог веришь, ты можешь и дома верить. Лишь бы ты верила правильно. Ты правильно верил. Покаяние принимать и креститься, это еще не все. Надо и правильно верить. А креститься, это еще не все. Но священник не пришел. У нас с ним переписка была немножко. И он попадал на нее, местный священник ваш, здесь, что она приняла крещение правильное. Ну а мы ему, да, по неволе я выступил, выписал все из Библии, из святых отцов, из канонов. 136 свидетелей. У него, с той, из его стороны, ни одного нету. Он просто давит, и все. Кого люди поверят-то? Валя, Валя, простите меня, эта женщина от церкви ничего не поняла. Что? Женщина. Та женщина, я ее не вижу, но я ее слышу. А смысле ты на это слово не поняла, что такое церковь? Поняла, я все поняла, и все знаю. Я уже 15 лет хожу. Не крестилась я, пока я не поняла. Она занимает крышу церковью. Она занимает крышу церковью. Понятно? У нас дома лица, и мы ходим в церковь, в Таранске. Тут есть вот, вот за Магнитом Таранске. А вы по национальности немка? Я немка. У меня немка, литеранка была близким другом. Мы вместе с ней проехали по стране, были в Латвии, и там в литеранской церкви ей подарили на немецком языке Библию. И мы вместе с ней Гезангус. Гезангус. Вместе с ней пили. Я по-немецки с ней разговаривал. У нас большая была с ней дружба. С литеранкой. Я по-немецки знаю, тоже по-своему знаю. Так что литеран я просто встречал, знаю. Вот литеране сейчас отошли очень далеко. Вот там у нас, который у них руководитель, он говорит горе нам. Они венчают однополые браки, всякую мерзость делают. Это литеране. И этот их руководитель там говорит, ну я вот что сделаю. Это во всем мире известно. Это от них все ползет. Было такое у православных, а у одного, один случай, его сразу запретили, сняли, говорится, голову отсекли. Ну, образно выражаясь. В Боге самое главное, это вот качество, какое должно быть? Правильно верить. Качество какое? Собрались монахи и говорят, они говорят, самое главное молиться. Тот говорит, а что молиться ты будешь, а у тебя такое пузо, ты себя не укращаешь, и пыхтишь, лежишь. Надо поститься. А то он говорит, а что поститься-то? Деньги куда девать-то? Надо милостью не подавать. Ну и спорят. Пошли к Антонию Великому. И говорят, я доказываю, что молитва главная, а он говорит, все это хорошее, но главное не это. Самое главное, это рассудительность. Дурака не научи молиться, он лоб разобьет. Правильно не научи поститься, он сам себя заморит и умер. Значит, рассудительность должна быть. А какое качество самое дорогое? Ну, сказал Антоний, разговаривая с сатаной, он говорит, ну, ты сколько не ешь? Он говорит, я ем один раз в 14 дней. Он говорит, а сатана, я вообще не ем никогда. А как спишь? Он говорит, через три дня, один час только сплю. Он говорит, я вообще не сплю. Так тогда выходит, ты больше? А чего у тебя нет? Я не знаю, Антоний, говорит, я знаю, что у христиан качество, главное, это смирение. Сатана, как, закричал, терпеть не могу это слово. Вот что главное, смиренно-мудрее. Смирение. А смирение, смиренным дает благодать, а гордым Бог противится. Придите ко мне, я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Смиренная жена перед мужем должна быть. Прощать ближним своим, посчитать отца и мать свою, это все должно быть у человека, у сердца. Это не просто так, смиренно-мудрее. Это опыт. Вот мы едем, дорога мы одни, а у нас возникают постоянно какие-то искрицы, как говорится, называют. Но со смирением, мы тоже прости Христа ради, опять стали, помолились, и опять мы друзья и братья. Ну, даже простое, где остановиться, бывает, наши мнения не сходятся. Что там варить, сколько соли. Оно маленькое, но мы очень замечаем это. Поэтому, а у меня позиция такая жесткая. Установили определенное начальство, и никуда. Вот он, у него определенное занятие. Солить только он к столунке прикасается. Иначе мы двое-трое насолим, и не подойдешь. Вот у меня задача. Это, конечно, собака полностью на мне. Я за ней ухаживаю, ее каждый день выщасываю, кормлю, пою, и знаю, где привязать. Это моя. Дальше мы приехали, я делаю печку. Я печник. Где? Решетку. Поможешь собрать. Они собирают хворост. Я ее разжигаю. Этот наливает воды, знает. Картошку чистим все вместе. В дороге. Когда едем, мы готовим. Ну, рыбу купить, как удастся иногда. И вот это, если где-то раньше было, не ехали, мы обязательно, нужно выкопать туалет. Это моя обязанность. А у другого завалить. И поэтому мы уезжаем, у нас не бумажки. Все, тишина. По слову Божьему, пойдешь застан, возьми лопатку, за рой, чтобы не было ничего. А здесь мы были даже в Польше, где-то где-то. Вы зайдешь, все везде, бутылки. Вот здесь у вас остановка, вот, аграда. Дальше еще не было. А сегодня сейчас пошел, как приехали, уже бутылки валяются. Вот тебе. Это от человека зависит. А мы едем, у нас нигде ни одной бумажки быть не может. Даже, ну, никак. Ну, не считая, там, кожурка, так это естественно, биологическая. А то же самое продукт земли. Он тоже сгнил и нет его. И вот мы трогаемся семь минут после любого города боремся. Утром, они как тронулись, старший едет, кто за рулем? Вот Николай, он должен стать, благослови, я старший, я говорю, Бог благословит. Мы тронулись. Вот он должен обойти вокруг машины вечером и прочитать до воскреснин Бог и расточаться в разе его. Проверить, машина закрыта или нет. Это у него в обязанности стоит. В прошлом году ездили. Я шторку приоткрыл, гляжу, один из наших, кому эта молитва поручена была, он в трусах идет, а комары его кусают. Он забыл прочитать, вылез из палатки, а уже разделся. И вокруг машины идет и считает молитву. Ты должен ее выполнить. Это обязанность твоя. А утром, когда тронемся с места, ну уже машина разогрета, вышли на трассу, я говорю, свободны. Так, начинаю молиться. Я с заднего сидения поднимаюсь, ну а через, у них спинка, я с червиновались и начинаю считать, помилуй имя Божие, все молитвы, которые я за утренние молитвы и на 100 поклонов. Мы полностью прочитали, Христос воскрес, доброе утро, и дальше мы уже едем. Ну я хочу сказать, что тут в Германии нельзя костер разводить, готовить. А мы знаем, мы не готовим. Знаете? Знаем. А то и штрафуют. Никак. В Германии негде его разводить. Или в Европе где-то. Вообще во всей Европе. В Германии негде разводить. Они отгородили все и даже съехать мы не можем никуда. Они сделали в Германии так, что нас даже нарушить нельзя. Надо это или не знать. А в России мы готовим, с чаем залились. Мало того, когда уже костер прогорает, а у меня решетка, картошку пластиками, сверху у меня противень, накрывают, вот такая вот картошка. И вы тоже поедете через Францию? Через Францию тоже поедете? Обязательно, да, если в Испании. До Португалии идем. Ну, я вам скажу, что если во Францию поедете, вы поедете через Фрайбург и вы когда заедете на автобан, во Франции автобаны платные. И вы когда только заедете на автобан, с Фрайбурга Мюльхозы дальше идет. Там что? Мюльхоз? Мюльхоза называется. И после него сразу начинается французская граница. И как вы только переехали, уже автобаны будут платные. И вы должны автобан сразу, только как заехали, там будет сверток на 19-ю Будду, Н-19. Французская. Она идет с долей автобана, она идет бесплатная. Если вы встанете на автобан до Парижа, или даже вы до Дижона, Дижона это половина дороги, то там придется платить, значит, если до Парижа, то там раньше было где-то 50 или 70 долларов, а тут где-то 40 долларов будет, если до Дижона. То есть вы должны сразу свернуть на Н-19 и уйти на Будду. Сразу уйти. Она идет параллельно на автобану, но идет бесплатно. Вчера нас на вашем автобане шесть раз заплатить застали. Это в Польше. Это в Польше. В Польше. Это в Польше на автобане. Можно послать, что да. Так, вы имеете в виду, во Франции автобаны платные, в Австрии автобаны. В Австрии вы должны, если в Австрию заезжаете, вы должны купить винету, называется. Так, Николай, в Австрию еще там будет купить. Как называется в Австрии? Ну как, вот там винета она была. Винета. Перед ездом в Австрию. Винета? А? Винета. Не, винета называется. На заправках. Восемь уйра. На заправках восемь уйра она стоит, да? Стоило, сейчас может дороже. Нет, сейчас не дороже. По-моему, неделя или две недели. Мы ничего этого не знали. Имейте в виду, что если вас в Астараик заедете, имейте в виду, если у вас не будет от винета, то вы заплатите 150 или 200 уйра штраф. Да-да. Имейте в виду. Вот как грин-карту. Не возьмешь, что же? Ну, это вот типа, вот когда-то, это в Германии на последней заправке или только в Италии. Вы должны сразу купить ее. Зайдете и скажете, Винета, они знают, что это такое. Нет, а в этом, как во Франции, Тюкс-Франции, Виталии. В Франции, там так, ты заезжаешь, и ты едешь, ездишь, а потом стоит шлагбаум и платье. А тут вам надо успеть на... Ну, как в Польше, да? Да. Все равно подскажутся, если мы не знаем, что они нас кидать все будут. А это не волнует. Незнание не освобождает от наказания. Ну, где-то на общине прежде, чем ехать, вы должны в интернет залезть и почитать. В интернет этого нету. Есть все. Про Францию все у меня выписано. Есть все. Есть все. Где что, все есть. Про Финляндию я выписал все и переплыл. Ты же все не переберешь в интернете. Все же не узнаешь. Швейц тоже платная, так что имейте в виду. А в Испании? Испания платная. Испания тоже платная. То же самое. Имейте в виду. Португалия, я не знаю. Португалия не знаю. Ну, а если деньги-то есть, так это не препятствие. Не, ну понятно. А зачем лишние деньги платить? Да не зачем. Лучше бы не платить. Поэтому вас и предупреждают. Поэтому он и говорит, что лучше рядом с автобаном. С автобаном. А как узнать-то, где он качается и начинается-то? Ну, надо карту посмотреть. На автобане. Да ты игра какая-то карточная. Ты просмотрел, не видишь, и тебя будут штрафовать. В интернете можно посмотреть. Ну, грин-карту мы не взяли. Мы заехали. Они говорят, грин-карты нет. И не купи рядом здесь. Пошел, заплатил. Я тут, я не знал, переехал дальше. Вот граница. Я ее не видел. Ибо снять. Шкуру трет. Я не могу поверить в это. А ты игра какая-то детская. Да-да. Если у вас в авторай заедешь, и у тебя не будет ее, полиция остановит, у тебя ее нет. 150 рублей. Знаете, вот когда я поехал, все у меня с собой справки про собаку, что написано. Ничего этого не потребовалось. Потребовалась просто взятка. Вот он уперся. У меня документ на синие бумаги с гербовой печати, международное все. К чипу не поставлено. Это в Польше. Все. А нам нужна белая бумага. Белоруссия. На Украине. О, ну как правило. И пришлось мне вот такой трех топик. Один раз отдали, потом второй раз. Это я заплатил 50 евро. Но я даю-то не деньги, я даю книги, через которые люди могут обратиться. Я даю и радуюсь. Я даю Слово Божие. Поэтому мы дополнительно взяли, потому что взяткой все. Вот вы дадите, вот и виноград дадите взятка. Все, кроме книги. Книга не входит во взятку. Мы этим воспользовались. И поэтому, если даже что-то где-то случается, для нас многие молятся. Мы, ну ума не хватает, не знали там какой банк. Ну подскажет Господь. Мы Божьи. На Бога надеемся. Вот они уже и подсказывают вам. Вот он пускает. За подсказку спаси Христос. А вы паспорт за плод получали? Загранишные. Здесь в Германии? Да, вы ездите куда-то? Мы-то? Да, ездили. Я ездила. Я хотел спросить, биометрические данные, которые паспорт, если вы дороговицу глаза снимаете, там у вас не было? Есть. Есть. Вот у нас все паспорта. Есть, есть. Которые еще разу не ставят. А, смотри. Которые есть. Сейчас покажем минутку. И вот где Шенгенская зона. Захватите обе. Точно, как у меня наклеено тоже. У нас тоже такие есть. А на последней странице? Распорт. А на визу с фотографией есть сейчас уже. Такой же, да? Раньше виза без фотографии. А последняя страница, это там, где мы заходили. Это в печати. Это в Беларуси, Украина. Это где прошли? Последняя, последняя. Вот, где прошли. Видите, штампуют. Прибыл убыл, прибыл убыл. Но у нас тоже в Даваденову было. Я не знаю, в Германии ничего нет. Они поставили одна Шенгенская зона, это вообще замечательно. Больше, больше. По всей Европе можно. Ну, Болгария не входила, сейчас она вошла в Шенгенскую зону. Я думаю так. Я раньше читал, не понимал. Это, говорят, когда Проковедь Христа распространялась вначале, была Норильская империя. И поэтому границы были открыты. Это все содействовало Прокове. Вот теперь я понял. Какая препятствие. Тебя тормозят. Я не знаю, проеду, не проеду. А тогда было по Советскому Союзу в любой конец езжай. Как в Шенгенской зоне. Нам это нравится. Это Н-19, твердом. Н-19. Н-19. Ну, как сказал Мирхаус проехал, сразу заехал во Францию, и Н-19. Н-19, она красным стоит. Красным не стоит. Н такая вот. По Германии желтым она стоит. На желтых. Там будет на красном. Мы из Германии завтра уже выйдем и войдем на обратном пути. А вы когда завтра уйдете? Завтра уйдем в Прагу идем. А завтра в Прагу? В Прагу. А потом дальше мы вот так выйдем из Эгзага Барана до Греции. Вот Николай спрашивал. Я говорю, лучше на Чеп, наверное? На Чеп. Чепа с Чепа направлено. Это, короче, сколько ты ездил? Сколько туда? Я уже не помню. Не, на Танк-Никли. На Чепа стоило. Это Карва 2-го собеседника показатель. 250 где-то, да? Вот теперь ты увидела, да? Курмаха 150 было. Да. Карва Увары. Ну и там, я не знаю. Там сотня, наверное. Там сотня, может. Да. Там где-то, да. 250-300. Там, посмотрите, там еще одна женщина сидит. В принципе, не так видно. Передать, да? А, это все. Вот. На Чепа здесь я так вот оставлю. Чеп задашь? Я тебя забочу. Зачем Чеп сразу? Да, на Чем? Карлова Увара или Параневик? Да, на Каврова. Право сразу, конечно. Самое лучшее, да? Ханечка, смирь тебе, дорогая. Христос воскрес. Воистину воскрес. Они же здесь могут и с девятки выйти. Вы завтра, да, значит? А вы у меня в друзьях. Да. А что? А я не... С девятки же они тоже. В интернете не нахожусь. Это далеко на девятку выпал. Это не нахожусь. Это 80 километров. Или в моем мире? Я в одноклассниках. Ну, конечно. От нас 60. Отсюда 80. А, ну да, пока там. Зона Бэр. Так, вопросы. Какие у вас есть по спасению души? Да, особо таких вопросов нет. Знаете, вот я был в Новосибирске. У меня племянник живет. Он из старобрядства. Старобрядец. И он решил тоже созвать друзей. Собрал, которые по работе, там, не верующие совсем. Я говорю, сколько? Ну, человек 10. Верующих своих там человек 10. Ну, комната небольшая. Ну, ладно. Собрали. С той стороны один пришел, один. Два человека пришло. Ну, один какой-то предприниматель, директор какого-то там магазина, не знаю что-то. Так он оказался настолько внимательный, что он с собой заменил несколько человек. А когда уже закончилось все, он, выходя, говорит, я, знаете, я пришел диспутировать туда, но еще не получилось у меня этот раз. Он получил вопросы во время с тобой беседы на все вопросы свои. А беседа закончилась, но у него ничего в руках и нет. И не получилось, первый раз у меня не получилось ничего. Да мало того, еще приобрел. Это опасно, скорость превышать. Да, да они больше 80-90 не поедут. Нет, у них машина круговая большая. Нет, газели. Какая разница? Если 60 стоит, и 62 поедешь, это уже в Чехии нарушение. Это в Германии они скидывают. Нет, ну они знают, что если стоит 60-60 ехать, то лучше. Везде, по Европе есть ограничения, особенно в Италии и во Франции. Во Франции строго. Особенно очень строго. А собралось только 6 человек? В Италии и во Франции очень большие штрафы. Вот мы смотрим в интернете, кто-то поехал. Поехали в Данию, в Германию. Мы были на пляже с родственниками, в галерее с фотографиями. Больше ничего нету. Мы-то готовим такой материал. Вот эти все беседы, рассуждения, дорогой снимаем. Таких просто нет передач. Они все у них приземленные на сегодняшний день и дальше. А у нас все время они идут выше голов человеческих и еще идут дальше. Вот мы были на Украине и решили подарить и о книге, книге я издатель. У них там президент Лукашенко Александр Григорьевич. Белоруссия. Но день-то воскресный, не работает правительство там. Милиция никто не принимает. Я говорю, ну я приехал издалека. Еще два офицера вышли. И стали говорить, надо почтовое отделение здесь за углом и туда послать. По-хорошему все. И мы прошли и провел просто. Вот. Что меня удивило в Белоруссии. Ни одного с Южного Кавказа, вот эти ребята красивые, черневые, ни одного нету. Во всей стране ни одного нету. Работают славяне, работают русские, работают белорусы. У нас в России доехали до Владивостока, все везде занято одной вот этой вот оттуда, которая братва приехала. Они работают, работают, штукатурят. Как работают, я не знаю, но русских как будто наших витязей нигде не видать. Как, я что-то делаю правителям, в Германии сказали, там Ангела Меркель, мне это понятно. Но как сделал Лукашенко, что ни одного нет из тех, которые везде есть. До вас тут 40 с лишним процентов, южные товарищи-то. Витязи бухают. Ну как он это сделал? Вот сейчас мы поставили задачу, даже под смертным приговором. Если у тебя хоть один будет оттуда, смертный приговор не выполнить никому. Как он выполнил это? Да-да, в Беларуси порядок, в Беларуси очень красивая. В Беларуси очень красивая, я был там в порядок, там колхозы не разогнали. У них предприятия не закрыты, они работали везде, не везде. Ничего, колхозы оставили в Лукашенко. В городах, а в деревнях. И главное, он не подчинился, смертная казнь работает. Крепани свой, все у них, мясо свое, все они производят, даже продают. Нам понравилось, что предприятия не закрыты, поля ухоженные, люди идут с русской девушкой. А у нас идет она с кем, даже не поймешь, кого она за собой ведет. А это идут русские, белорусы, украинцы со своими. Ну просто явление не редкое, а исключительное. Я не видал такого нигде. А я все время занимаюсь этими вопросами народонаселения, приходится отвечать. Я поражу. А у нас немки любят негров очень сильно. А тут тоже другого растет. Сама беленькая, а он такой черный, как чугун. А идет с ним, любит его. Немки любят очень сильно негров. Вот там тоже любят, но их нету. Любят его, и дети. А здесь есть. Дети все похожи потом на их. Вопрос понятный, что своим русским работу не дают, а дают тем. Гражданство тем дает, а свои русские, которые оказали 25 миллионов, не могут прописаться здесь. Это никуда не годится. Весь белый свет перемешаный теперь. Никуда не годится. Да, своим меду работают. А здесь так же. Своим меду работают. Ну вот, а просто она-то рай она показывает. Американцы потеряли одного солдата. Целую армию двигают найти. А у нас 4,5 миллиона в первом месяце пленных. И все предатели объявлены. Все нормально? Ладно, я пошла. Бездарное начальство. Проиграло полстраны. Начальники со временем. Но я отношусь за то, что все виновны. Все нарушили запад Божию. И поэтому сказать, ни за что пострадали я не могу. Даже я пострадаю, я знаю, я виновен перед Богом. Не за это, так за другое. Ну, хорошо. Относительно кого-то разговаривают. И не скрывают. Один говорит, меня вот арестовали. Будто бы я 6 овечек. У нас бы счастливы вам доехать. Спасибо, Христос. Благодарю вас. Просим помолиться. Хорошего вам. Потому что у нас работа трудная очень. Вот. Я, говорит, не воровал. Даже овечек в глаза не видал. 6 овечек приписывать. Да, то он говорит, надо же так. Я думал, я один. А тебя за что? Прокурор посадил. Придумал, что я с его дочкой был. Бросил. Я даже не знаю, что где прокурор живет. Интересно. А третий говорит, у меня вообще, говорит, статья кровавая. Я хочу вам это очень поучительный рассказ сказать. А третий сидит там, ждет, когда и говорит, а меня в убийстве обвиняют. Я никого не убивал. Вот они поговорили между собой, сидят там и думают. Это как же так-то? Арестовывают людей совершенно невиновных. Но вот один юноша этот сидел, который за счет овечек-то. Утром встал и говорит, знаете, что я ночью-то все не спал, думал, что судья-то неправильно. А сейчас вижу, что праведный судья. Когда я пас овечек, случилось у меня, говорит, недовольство соседом. Я, говорит, ночью встал у него, эту заворенную палку убрал, овцы вышли. И волки шесть овечек задрали. И никого не нашли. А теперь, спустя восемь лет, теперь эти шесть овечек легли на него. Второй говорит, так если так рассуждать, я тоже виноват. Прокурорской дочке не знаю, но я с одной дружил. Она забеременела, а я бросил ее. А теперь та накрывает эту. Тогда третий говорит, ну если так рассуждать, так и я виновен. Я не убивал никого, но я пас овечек. У меня, говорит, кавказская порода, общарки там. И там какой-то шел нищий, бомж. Начал махать руками, побежал. Ну не, пока я прибежал, они уже растерзали. Я бы мог отбить, но я этого не сделал. Убийство этого человека незнакомого на моей совести, собаки мои. Все трое признали себя виновным. Только первый, кто начал, это был Ефрем Сирин. Будущий святой. Он был очень гневливый такой. Чучу, я тебе... А когда все осознал, он сделался такой кроткий, такой смиренный. И вот нужно себя осознать. За мной счастливится такое. И когда, допустим, ваш священник на меня что-то придумает со своим там карлом, Василием. А за мной этого нет. Я благодарю Бога, Господи. Настоящие мои грехи никто не открыл. И Бог меня скрыл. А то, что которое ложное, оно легко переносится. Ну, я не так, он говорит, там, блудник или его своровал. Я не блудник, не своровал. Счастливается другое. И поэтому у Бога равновесие. Много хвалят, значит, тут будут гнать тебя. Ну, и весы выровняются. Вот и все. Нужно научиться за грань, видимо, заглядывать. У меня одна знакомая, она прям рядом жила, сестра, берущая. Я ей постоянно говорил, ты носишь шапку. Ну, носи платочек на голове. Ну, христианка, шапка, да и какая-то шапка дорогая, списал. Она никак и не слушается. Ну, вот она идет, я говорю, никогда вечером ты одна не ходи, пусть муж тебя встречает. Опасный район такой. Она не слушается. И теперь в сумочке никогда не носи паспорта, ключи и деньги. У тебя есть куда-то разные места-то? Она не слушается. Она идет дорогой, на нее она пал один, сбил ее, отобрал сумочку и все унес. Я наутро гляжу, окошко дорогая моя идет в платочке, чистенькое. Вот у меня помощники, я говорю, в городе, смотри, какие нашлись. Я тебя не мог заставить. А вот дядя заставил. И вот вчера нашим братьям я напомнил. То, что я вам сейчас говорил, вы не слушали. Но вот эти полицейские пришли, они нас поставили на свое место. Какие они хорошие в Германии? Ну вот так и описать надо в таком духе. Да, вот так он. Вам понравились наши полицейские. И такие уже не хорошие. Да. Сейчас этим смучим, чтобы задать этот вопрос. Посмотрите, вот я маленько комментарий дам. Вот, допустим, слушает Татьяна. И Татьяне, может быть, не нравится, скажет, ну, беспардонная бабенка какая-нибудь. Когда говорит-то не надо, и все. А это говорит в ней любовь. Она по шкале вечности сейчас говорит. Она может даже потерять Татьяну. Татьяна может обидеться. Она через это переходит. Она последнюю грань берет. А если человек некрещеный и будет не в раю. Понимаете? Мы должны смотреть. Не просто так она сказала. Она говорит это с большой любовью. И так и надо понимать. И тогда в нашей жизни сердце наполняется благодарностью, что такие люди есть, которые не боятся сказать прямо, в глаза, открыто. Ну что, мы заканчиваем, наверное, сеанс передачи, если ничего нету. Валя! Мы поблагодарим Бога. Кто хочет, пусть придет. Помолимся. Помолимся сейчас. Будем молиться. Можем голову прикрыть чем-то. Ой, я тоже встаю. А я сейчас принесу платочек. Ну давай, принеси платочек. Мы коротко помолимся сейчас. Заходите сюда. Поблагодарим Бога, что так хорошо Бог устроил. Мы сейчас будем отдыхать. Мы сейчас в третьем часу только. И утром сегодня уже в пятом часу на ногах. Сегодня грешеный. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец грешил Господи. Прости меня грешеный и помилуй. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа, мы просим, услыши нашу молитву и прими благодарность, как дивно ты сохранил нашу жизнь, устроил эту встречу здесь. Благослови сестру Валентину и родственников ее, и всех, имеющих общение с тобою, дабы имя твое святое прославлялось. И наших братьев и сестер, там оставшихся, и помнящих о нашем путешествии, благослови бодрствовать. Доведи нас всех до желаемой пристани, до Царствия Твоего. Матерь Божия, покрой на сабафором любви. Ангел-хранитель, Ты столько лет хранил душу мою. Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. Тебе, Христе Боже, слава вовеки. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо.